Сегодняшний видеоурок это посвятить стационарным состояниям. Как раз возьмем уравнение на собственные значения соответственно этой системы уравнений. Запишем его. E, C, N, R, T, да? И дальше. Запишем в следующий уровень времени равнейшедингера. Динамическое равнейшедингера. Так вот, ну а темп у меня пока. H, C, N, C, N, R, T, да? Все равняется E в степени N, C, N, R, T. И Пси, N, R, T будет равняться Пси, N, R на E в степени и H на минус E, N, R, T. Где-то как раз в зависимости от времени будет у нас соответственно в экспоненте. Ну как для волны дозброли по сути там же есть импульсная часть. Непосредственно это как раз энергетическая часть. В одном из моих предыдущих видеоурок это было показано. Поэтому Пси, R, T будет у нас соответственно... Кроме всего прочего, Пси, R, T, суммарное состояние как раз может быть наполнено через полный набор Пси, R, T. И там их число должно быть конечным числом является. И дальше рассмотрим, чему будет равняться среднее значение непосредственно какого-то оператора на вот этих луновых функциях. Вопрос я вам сейчас покажу, что поскольку у нас на рассмотре стационарное состояние, я как раз покажу, как вот допустим у нас происходит отсутствие в зависимости от времени появляется. А в основном это все будет сделано за счет того, что мы вот... Сматриваем волновую функцию следующим образом. И непосредственно из решения вот этого вот уравнения. Вот как раз. Кстати, если мы просто рассмотрим случай, что у нас есть какая-то зависимость от времени и от координат, ну, соответственно, это можно рассмотреть отдельно, да? То, естественно, ты просто произведя решение этого дифференциального уравнения, мы как раз этот вот экспонент и получим. Да? У нас вот мы ей помнишь. Казалось, просто рисуем. То есть, мы решаем равнее следующий. То есть, си штрих. Равняется Минус И на H Е М На Пси Тут, конечно, по-ремену зависит по точному, да? В общем, вот. Ну, это просто по-калаку от экспонент получит. Сейчас вернемся опять с этим значением оператора. Ну, то есть, стационарное состояние. То есть, Пси На Т Р Ф Пси Будет записываться как Д3 Р Пси Н Супряженная Р Т Р Оператор Да? Пси М Р Т Дальше Просто Подставляем Место То есть, вот, Пси Шик, да? Пси Шик, да, звучит, конечно, странно. То есть, и вот величина Вот эти вот выражения Которые мы сейчас записали. Сюда поставляем это. Так еще получаем, что Все будет нас равняться Д3 Р От Пси Н Сопряженная Да? От Р На Е в степени И H Е На Т Ф На Соответственно Пси Н От Р На Е в степени Минус И H Е М От У нас И Будет равняться Д3 Р Всем Сопряженная От Р Ф Пси М От Р Мы видим, что Зависимость среднего Значения От времени Отсутствует В результате Чего Квадрат Многой вероятности Также От времени Не зависит Вот При Т И Вот В этом Смысле Получается Стационарность Как раз Непосредственно Независимость От модуля Вероятности Луновой функции Состояния От времени Кроме Все Прощего Значения Среднезначения Оператора Ф Квадрат С Р Равняется Ф Среднезначение Момент Т Равни В целом Вот Это Как раз Являться Будет Нашим Свойствием Которых Стилизует Что Наш Состояние 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 Ну Являться Сационарным Вот И Все Вот Что Как бы Следует Вначале Знать Про Сационарное Состояние Это Как раз Для Средней Величина Величина Времени И Соответственно И Вот Этот Величина Оператора Времени Ну А Сама Волновая Функция От Времени Зависит Может Как раз За счет Этого Экспециальная В зависимости Потому Что Обычная Говоря Сационарным В голове Всех Возникает Такие Слыш В общем Нет Времени Нет Что Конкретно Не зависит Это же Вопрос Все Просто Так Скажешь Что Зависит Не зависит Тренин Только Среднее Значение Модуль Квадрат Модуль Для Самого Функционального Для Тренин Все Зависит За счет Следующего Выражения